Пятый эпизод Сюгуна. В предыдущей серии Дзёдзен и его люди подверглись нападению Нага Кадо. Этот эпизод казался затишьем перед бурей. Буря неизбежно придет, когда Ишида и Тарунага воюют. Хотя это было затишье, все же нехватка стабильности. Землетрясение разрушило Идзу, чуть не убив Тарунагу. Мы видели истинное лицо Тору, Тон Таро и сиквел Марика. Но самым опасным было возвращение Леди Ачибы, которое пропагандировала Серсей Ланнистер. Давайте погрузимся в эпизод и разберем все его моменты. Сюгун. Серия 5. Финал объяснен. Внимание, видео содержит спойлеры. Эпизод этой недели начался с показа последствий предыдущего эпизода, где многие из ноги работились о мертвых. Здесь мы познакомились с двумя важными персонажами эпизода. Совник, ставший центральной фигурой в конце эпизода. Это кто-то, к кому, кажется, возникла связь у Джона Блэкторна во время его пребывания там. Та же Тономото Аканао, шпион которого искал Ябусига, действительно ценный самурай Тарунага. Во время начала раздались громкие звуки. Это был Тарунага, вернувшийся в Идзу с людьми, рядом, Тору Бунтаро, муж Марика, к которому мы думали, что он был убит несколько эпизодов назад, когда он был в одиночку против людей Ишидо. Один противостоял людям Ишидо. Нажется, никто из нас на самом деле не верил, что он мертв. В момент появления Тору Бунтаро на лице Марика возник страх. Как она была в последних сериях с Джоном Блэкторном, она словно изменилась. Наслаждалась общением с ним. И она поняла, если он узнает, то обоим грозит смерть. Как упомянули, в контексте шоу «Жена. Свойства мужа». После проведенного вечера с Блэкторном, он проявил свое настоящее лицо, напав на моряко. Эмблема – знамен Торунаги. Эмблема Иея Сутокугавы. Живого человека, что стал прототипом Йоси Йонаги. Это интересно. Они использовали те же знамена. Вернувшись в Осаку, предательство и побег Торунаги повлияли на совет регентов. Они чувствовали, что это было неловко для них. Но не только это. Они чувствовали, что это было неуважением к леди Атибе. Той, кто действительно произвел впечатление в конце. Среди них существовал явный раскол по поводу того, кого избрать на замену Торунага. Ишира хотел, чтобы это была Маэда, но Сугияма не хотел, чтобы она была. Сугияма действовал в конце сессии. Такое чувство, что с ним что-то может случиться. Это может означать, что совету потребуется еще одна замена. Что приведет к тому, что он столкнется с еще большей шаоса. Было уделено его кашлю, так что я задаюсь вопросом, как долго он продержится. Что касается Торунаги, то этот эпизод действительно подчеркнул, насколько он был умным человеком и насколько близко его ухо было к земле, в основном из-за его шпиона. Он считал, что его сын был глуп, начав нападение на Цзэцзэн, в результате чего началась полномасштабная война. Поэтому он в качестве наказания забрал у него пуш и общий полк. Он чувствовал, что его сына словно сломали до кулака, откуда и пошло название эпизода. Он также чувствовал, что попал в ловушку, которую замыслил Оми, и поэтому именно так обращался со своим сыном. Но потом, на одном дыхании, он говорил Ябушиге о том, как Оми его впечатлил и что это было хорошим ходом. Потому что это значило, что он заставил Исиро отвечать ударом в Идзу, а не нападать на Осаку, что было бы намного опаснее. Кажется, он делал это в основном, чтобы достать Ябушиге. Тонага играет со всеми вокруг на свой манер. Верси не недостает, но он осознает недостаток верности к себе и использует это в своих интересах. Тору Нага – дирижер, но сейчас он играет не в такт, словно разные симфонии. Тонее они как на разных страницах нот, и это звучит читуха. Время Джона Блекторна в Японии меняет его и окружающих. Он лучше говорит на японском, впечатляя домочадцев, показывая уважение и культуры. В ответ люди начали уважать его. Это было заметно, когда Тора Бунтаро сомневался остаться у Джона, Блекторна, и спросил у Фудзисамы, как быть женой Анджина, она ответила, что не знает, ведь она жена Хатамото. Не знаю, произойдет ли это, но мне нравится мысль о том, что Фудзисамо и Блекторн станут ближе из-за него и Барико. Видно, как их отношения развиваются более естественно, превращаясь из вражды в благодарность. Взятие за руки в конце, безусловно, символизировало это преображение. Сцена между Тодой и Джоном была битвой, за звание самого мужественного, заполненное тестостероном. Топитал нежелание к Джону, а Блекторн, хоть и не понимал всего, улавливал ли мысл по его тону. В кульминации стали два выстрела Тодды Бунтаро из лука и малица Баррика, что подвергло ее опасности и заставило Джона заявить о заслуге Баррика на вежливость, с чем Тодда не совместился. Это связано с ее неведомым нам прошлым и фамилией. А Баррика звали Экичи Дзинсай. Он убил лорда Курода, считая его верности недостаточной опасной для королевства. В заказании отец должен был совершить сепуку после убийства всех родных Баррика практически всей семьи. Эка хотела совершить сепуку, но Тодда Тонтаро запретил это. Роматривая реальную историю вдохновения Баррика Тамако, ее отец Экечи Митсухиде действительно предал и убил господина Ода Нобунагу. Митсухиде был доверенным генералом Нобунаги, даймем в то время выдающейся фигурой эпохи Сен-Гоку, первым великим объединителем Японии. Митсухиде получил приказ разгромить клан Мори вместе с Хиде Йоси, будущим Тайка, но он проигнорировал приказ, и с армией в тысячи три тысячи человек бросил вызов Нобунаге. Хотя неизвестно, убил ли он лично даймьо, он считается тем самым человеком, который возглавил нападение и в каивчном итоге взял на себя ответственность за действие, поэтому его считали убийцей. Так оно и есть, кажа-кажа, что персонаж в книге и сериале придерживается того, что на самом деле произошло в истории, и теперь вы можете понять, почему у Марико восьмикратный забор, потому что она на самом деле не хочет быть рядом. Когда Джон Блэкторн увидел, что Марико пострадала от своего мужа, он столкнулся с ним в сад, когда он уходил, и мы видели, как Тодда извинялся за то, что нарушил порядок в доме Джомедона и обвинил в этом издевательство ради того, что они пили. Только когда Джон вернулся за забор, он увидел две стрелы, которые попали точно в столб в том же месте, что и мимо лица Марико. Это было то, что показало нам, насколько хорошим воином и метким стрелком является Тодда, учитывая, что он сделал это после того, как выпил мгасаке. Так создалось впечатление, что Джон был рад, что не вступил в бой. С гнилой птицей перед домом садовник убрал и был убит. Потому что Джон сказал, что убирать нельзя, для быта при переводе. Это вызвало у Джона гнев, он не понимал, как люди пренебрегают жизнью, как убивают за пустяки, и он чувствовал чувство няжести смерти садовника, и считал себя виновным за это. Хотя это мог договорить Торунага, требуя от шпиона найти нового, кого возьмет вину, и как мы видели, это случилось, когда шпион обвинил садовника в шпионаже для Ябушиги. Пытие того, что случилось с садовником, вызвали у Джона желание попросить разрешения вернуться в Англию, над чем смеялись, когда он отправился в Торунагу. Джон был пленником Японии. Иллюзия того, что он может свободно бродить, присутствует, но кажется, что он никогда не сможет выбраться. В реальной жизни Уильяму Адамсу никогда не разрешалось покидать Японию, так как Иея Сутокугава запретил это делать. И это означает, что это определенно будет иметь место в случае с Джоном, если они не изменят это радикально. В заключительные моменты эпизода произошло землетрясение. И оно заставил Торунага уйти под воду, но снова, будучи верным ему, Джон спрыгнул вниз и спас его. А когда Торунага не смог найти его мечи, Иоанн подарил их Торунага. Мы выяснили в этом эпизоде, что эти мечи на самом деле ничего не стоят. Но когда Джон вручил их Торунага, показывая, что он уважает его, это означало, что они стали ценными в полном смысле этого слова. Тот факт, что землетрясения в этом районе означали, что дома в Японии должны были быть построены быстрее, чем могли быть взрушены. И с землетрясением, произошедшим в самом конце, уничтожившим Идзу, это, как я думаю, метафорический символ предстоящего восстановления Японии. Он вот начнется. Постремится к власти и жаждет крови, а Торунага готовится к войне, так что от предстоящей войны никуда не станет. Одним из последних моментов, которые я хочу упомянуть, является он, поднимающий камень в саду. Ранее садовник сказал, что без камня сад всего лишь место для выращивания, поэтому камень символизировал красоту в саду. Паджон, несмотря на присутствующие смерть и разрушение, металл камень на место, поучаствовав таким образом в восстановлении. Это демонстрировало его преданность Японии и Торунаге, несмотря на то, что он говорил ранее. Япония думает, это был хороший эпизод шоу, судя по моему обзору. Как я и сказал, чувствовал, что эта серия всегда будет гораздо спокойнее. Редко бывает две подряд серии, где весь экшен, думаю, мы получим это к концу сезона, когда война будет в разгаре. Это был нужный политический эпизод, где менялись динамики, и мы видели, как осведомлен Торунага. Я знала историю историка перед эпизодом, но, услышав у нее, это достигло более сильного эффекта. Где, насколько больно ей, и как по сути не хочет жить, испытала противоречивые чувства. Мне понравилась диаметрально противоположная точка зрения Блекторна в конце эпизода. Он сказал, что никто там не уважает жизнь, но в самом конце, когда он шел по Идзу, видел людей, старающихся выжить, и понял, что это не так, есть ценность жизни, что было там. Завершающий момент со землетрясением просто невероятен. Не как вы, просматривая меня, охватила эмоция. Это сильно. Музыка на заднем плане, подпитывая мрачное опустошение, охватила трагедию. Лео Тиба, несмотря на короткие появления, проявила себя. Она ищет кровь, готова на все за сына и свое статусо в Японии. Сейчас она самая влиятельная женщина, и не желает это изменить. Мне нравится это шоу, шоу, мы уже на полпути. Но, чувствую, выбранный курс будет еще захватывающе. Итак, мы разбираем окончание пятого серии Сёгуна. Если хотите бдить им Сёгуна, нажмите на карточку. Я раскрываю Каюку неделю шоу и историю вдохновивших персонажей. Если хотите увидеть больше, заходите на канал. Спасибо за просмотр, до новых встреч!